Дорогие друзья, сегодня поговорим о том, как планировать путешествия в период пандемии. И, соответственно, поговорим о страховых продуктах. Первый продукт – это страховка от невыезда в период пандемии, чтобы мы могли планировать наше путешествие заранее. И второй продукт – это медицинская страховка с включенным риском COVID-19. Мы пригласили к нам представителей страховой компании ТИП, заместителя генерального директора Болговского Евгения и специалиста по страхованию Владимиру Анастасию, для того, чтобы задать им насущные вопросы. Я знаю, что вы сформировали новый продукт для страхования путешественников в это неспокойное время. Расскажите нам, пожалуйста, что входит в этот продукт и как мы можем оформить его, какие риски страхуются. У нас, соответственно, есть два продукта. Один продукт – это мы дополнили наш уже всем известный продукт по страхованию дайверов на время путешествий от всяких неприятных заболеваний и несчастных случаев. Мы его дополнили, расширив его, соответственно, риском заболевания острыми опасными инфекциями. Куда, соответственно, и входит ровид. Соответственно, что же входит в покрытие этого, в сухлопокрытие. Куда входят все риски, которые могут быть у человека и все траты, которые могут быть у человека, связанные с заболеванием, входит в 19. Соответственно, если за рубежом чувствуются симптомы и происходит звонок в нашу сервисную службу, он сообщает о том, что я там неважно себя чувствую, у меня температура, там кашель и какие еще там признаки. Пропало обоняние, то, соответственно, лечение, анализы, КТ, не дай бог, ИВЛ, все это будет оплачено страховой компанией. Карантин, который ввели. Да, две недели карантин, он сидит, соответственно, в гостинице. И билет обратно у него, если пропадает, если вот эти две недели туда попадают, то тоже мы поменяем. То есть, ну, за счет страховой компании, и человек выздоровеет, и уже отправится домой выздоровевшим, и все будет в порядке. То есть, эта страховка, насколько я поняла, она начинает работать в тот момент, когда человек уже выехал за рубеж, и если он почувствовал признаки заболевания, тогда включается вот эта страховка. Хорошо. А если случается так, что мы забронировали за месяц, да, или за два, или за три, забронировали путешествия, но происходит что-то там такое, что человек не может ехать. Во-первых, какие случаи попадают под эту страховку от невыезда? Сейчас мы говорим уже о другом продукте, о страховке от невыезда, о причине, включающей ковид в том числе. Значит, если человек забронировал тур заранее, и он понимает, что он не по ряду причин, по ряду веских причин он не может ехать. Вот какая страховка здесь работает, и какие нюансы у этого продукта вы нам можете рассказать. К нами разработан был новый продукт, это страхование отмены поездки. То есть всем известна страховка от невыезда, которая всегда существовала. Вот мы ее немножечко доработали с учетом тех рисков, которые могут возникнуть в связи с ковид-19. Соответственно, мы добавили ее следующие риски. Это заболевание острыми и опасными инфекциями, под опять же, как я говорила, входит ковид-19. То есть если вы получаете на руки тест о том, что вы являетесь ковид-положительным, соответственно, вы не можете лететь, потому что практически во все страны, в которые сейчас открыты авиасообщения, данный тест является обязательным документом. У вас, соответственно, тур не может быть состоявшимся, и это, как правило, требуется в документ, чтобы это было за несколько часов до вылета, и вы уже ничего не успеете предпринять, расторгнуть договор. Если вы будете расторгать договор с туристической компанией, то, соответственно, они вряд ли вам смогут уже по условиям договора что-то возвратить. Соответственно, вы теряете деньги, и это становится причиной того, что люди боятся ехать отдыхать. Соответственно, с этой страховкой мы вам гарантируем возврат всех ваших средств за вычетом какой-то определенной франшизы. Это наша небольшая сумма, там 20% наша такая подушка безопасности от мошенничества. Соответственно, 80% средств вы получаете на руки в любом случае, если происходит такая ситуация. Соответственно, еще риски могут быть, там, те классические риски, которые всегда были страхованием от невызда. Это травмы какие-то, которые вы можете получить, это смерть близких родственников, это отказ в визе или задержка в выдаче визы. Ну, и ряд других, как бы, рисков, там, таких, как потеря имущества и так далее. Но в основном, как бы, вот эти вот самые главные риски, которые всех интересуют. Вот, еще вот, нас сейчас расскажут, мы сделали такое небольшое дополнение к этой страховке. Оно очень интересно для тех, кто любит раннее бронирование или вообще не знает, сможет ли он поехать в путешествие или нет. Также есть возможность опорнить к полису по отмене поездки расширение, которое будет распространяться на отказ от тура без объяснения причины. То есть, турист может застраховать весь свой тур, всех выезжающих с ним в путешествие, но это у нас оговорка, это до пяти компаньонов. И в случае, если он решает отказаться в поездке за три дня до начала тура, ну, то есть не менее трех дней должно быть, то это является страховым случаем и производится страховая выплата полностью по договору, включая и тех людей, кто с ним предполагал поездку, ну, соответственно, при условии, что они также отказываются от тура. Вот в этом случае для нас документом, подтверждающим страховой случай, является заявление от туриста, которое он пишет туроператору о том, что он просит расслабить договор на тура обслуживания. Ну, и, соответственно, все подтверждающие документы, его штрафы, финансовые потери. То есть, вообще, универсальный вариант страхования всех буквально, включая, если человек хочет самостоятельно принять решение, без каких-то, без объяснения причин. Ну, я так знаю, что одним из важных пунктов, которые нужно отследить, это то, что вы должны бронироваться у турагента, у официального турагента. Ну, вот, например, в компании Клуб Крокодил у вас должен быть на руках договор, и билеты вы также должны выкупать не в нашей компании, а вот в компании, которая бронирует вам билеты, и также должен быть официальный договор с чеком на сумму, которую вы оплатили за билеты. Вот, ну, это, наверное, тоже одно, одни из основных условий, при которых эта страховка будет работать. Ну, вот мы так вкратце рассказали о новых продуктах, которые позволят вам принимать решения о ранних бронированиях заранее, что позволит также сэкономить ваши деньги, потому что чем раньше мы бронируем сейчас, даже в это непростое время, тем более лояльные условия вы можете иметь на продукты, которыми будете, которыми воспользуетесь в будущем. Спасибо вам за то, что вы посетили нас, что рассказали о новых продуктах, и если будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, нам, звоните, мы всегда рады будем ответить на все ваши вопросы. Мы Клуб Крокодил или страховая компания ТИТ, можно напрямую тоже обращаться. Спасибо. До свидания.